Евгений Игонин Евгений Игонин смеется и сравнивает себя с гогольским персонажем Плюшкиным. Тот тоже любил все тащить в дом. Коллекционированием Евгений увлекается с детства. Как и многие мальчишки, собирал спичечные коробки и значки. Но осознанно целенаправленно коллекционировать осколки ушедших эпох мужчина начал совсем недавно. Есть одна вдохновительница у меня из Тюмени, Орлова Людмилова Александровна. Вот я у нее увидел, что у нее называется МММ, Маленький мой музей. Говорю, почему бы мне не собрать? Ну, увидел, я форму начал собирать. Она увидела, говорит, вот у меня фуражка есть муниционерская. Если вам надо, я могу прислать. В тот момент у меня их много было. Ну и так вот с ней познакомимся, переписываемся. Свою коллекцию Евгений Павлович называет еще проще. Мой музей. Как у всякого учреждения, есть у него и дата основания. 27 октября 2014 года. Именно тогда и началась создаваться экспозиция. Сейчас она уже не помещается в доме. Но несмотря на то, что заполнены все комнаты, здесь царит настоящий музейный порядок. Трудно поверить, что вся эта обширная и разнообразная коллекция была собрана за столь короткое время. Артефакты в частный музей подали различными путями. Многие бабушки дарят, многие привозят. Приезжает кто-то что-то посмотреть, на второй раз привозит. Магнитофон вон там что-то. Ну что, не нужно людям старенького уже не выкидывать, а вот привозят мне. Присылают вещи из отдаленных уголков страны. Так во время нашего приезда Евгений Павлович получил две посылки. Из Волгоградской и Московской областей. По почте пришли долгожданные значки. В музее нет купленных экспонатов. Все подарено, обменено или найдено. Забросит вот у нас кто-то дом там. Если есть хозяева, я спрашиваю, можно там что-то поискать. Разрешат я, пойду. Односельчане по-разному относятся к увлечению Евгения Игонина. Но в большинстве своем поддерживают и помогают пополнять коллекцию. Среди помощников бывшая заведующая сельским клубом Валентина Зиновьева. Заглянула она в музей рассказать, что в соседнем селе можно добыть крестьянские сани. Естественно, для пополнения коллекции. Очень инициативный человек. Он болеет. Он с кем-то переписывается, но он не любит рассказывать о себе. Не любит рассказывать. Стесняется ли, чего ли. Переписывается. Говорю, идет с почты. Наверное, обменивается какими-нибудь экспонатами. Говорю, что несешь же, Евгений Павлович? Секрет, Валентина Александровна. Вот, придешь, увидишь. Гости в музее Евгений Гонина бывают часто. Его владелец не отстает от современных технологий и ведет страничку своего детища в соцсетях. Многие как раз из всемирной паутины и узнают о существовании такого своеобразного частного музея. С Москвы, с Питера приезжали. В деревню приезжают они у нас вот здесь жили раньше. Сейчас они в Москве, там в Питере жили. Приезжают, смотрели. В Тольятти, в Сульянск, сколько-то. Ездят. У меня книга, отзывы есть. Там вот все написано. Денег с посетителей музея никогда не берут. Наоборот, даже могут подарить что-нибудь из громадной коллекции. А на вопрос, для чего все это делается, Евгений Гонин отвечает без премудрости. Ну, просто, не знаю, для себя, для души, для людей, некоторым хочется посмотреть, вспомнить что-то в детство свое вспомнить. Увидеть какую-то вешеную. Ага, я вот это, у меня был вот в детстве такое. Если люди старшего возраста приезжают в музей с воспоминаниями, то для молодежи здесь многое в новинку. Где бы они могли увидеть еще, например, керосиновые лампы? Приезжают организованными экскурсиями из соседних школ. Мне понравилась комната там, где военные формы. При входе тут много таких вещей, которых я ни разу не видела. Печатную машинку, которая была до нашего времени. До нашего времени, ну, в общем, до нас. Всякие медали, которые я тоже не видела ни разу. Коллекция военной формы – особая гордость Евгении Гонина. Экспозиция представлена в себе виды и рода советских войск. Есть и современная российская форма. Взарубежье представлены кителем пилоткой Народной армии ГДР. Евгений Павлович, как настоящий экскурсовод, может рассказать историю каждого предмета омундировании. Формы каких войск, родов? Ну, советские формы-то. Всех родов войск Советского Союза. Даже госбезопасность вон есть этого форма. Видели, у вас там еще шинель 42-го года? Да. А, да, как досталось? Сосновский друг у меня привез. Где-то в сарае нашел, в каком-то доме. Ну, бабушка, дедушка померли. Там приезжает дождь, вот их, вот он у нее попросил. 42-го года она нашла. Она в Охровске. Ну, типа охранники раньше были. А самая заветная мечта – заполучить облачение прокурорского работника. Этой формы единственной не хватает в коллекции. Есть в музее у Евгения Игонина и очень ценные экспонаты. Например, вот эта шинель 1942 года. Она пережила всю Великую Отечественную войну. Только экспонатов в музее Евгения Игонина уже несколько тысяч. И одного дома на все них не хватает. Евгений Игонин существует вне музейных институций. Его не замечают. Как ни звал он профессиональных музейщиков, осмотреть его экспозицию и познакомиться поближе, никто на его предложение так и не ответил. Хотя детище жители Вишкаймского района пользуются заслуженной популярностью. У администрации же Евгений Павлович просит пустить его музей в здание школы, на второй этаж. Он сейчас пустует. Дети ездят учиться в соседнюю Бекетовку. Конечно, никакой коммерческой выгоды в этом нет. Но народная память ведь важнее. Разве поистине народный музей не служит для этого благого дела? На прощание Евгений Павлович звал нас обязательно еще раз приехать в музей, выразив надежду, что встреча состоится уже в новом здании. Данила Ноздряков, Константин Никитин. Новости дня. Ульяновская правда.